Христос в центре, в центре нашего внимания. Потому что никто не может положить другого основания, кроме однажды уже положенного, который сам Господь Иисус. Аминь. Друзья мои, и я так понимаю, нужно уже нам это завершать. Так, еще на помощь, да, завершение? Не, 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 я шучу. Да, и, значит, я прошу вас молиться о возрождении реформатовских церквей здесь, в России. О школе, потому что Бог вложил в сердце мечту не только начинать в новой церкви здесь, в Москве, в Москве, во всей России, Матушке, а чтобы поднимать в первую очередь семинарию, в кузницу кадров новой реформации. Потому что необходимы священники нового поколения, с новыми мозгами, с новым мышлением. Священники, которые будут христицентричны, которые будут приводить к покаянию грешников, которые будут заниматься делом, которое Бог повелил нам делать, а не то, что мы привыкли делать, до того делали. Успешно. Друзья мои, гадилам сока не маши, если Дух Святой не повеет, бесполезно делать имитации такие. Я бы и чревато это последствием большими. Друзья мои, приходит время, и прошу вас молиться также за освобождение от многобожия. Сегодня махрово процветает, пышным цветом такое махровое многобожие, когда христиане молятся и провоцируются молиться кому-то другому, кроме как Бога. Кому-то еще. Как будто Богу нужны помощники. Как будто Он не слышен, как будто Он ослабел, как будто Он не такой добрый и так неблагой. И поэтому нужна большая вероучительная реформа. Освобождаться от идолопоклонства, от этого невежества, когда люди поклоняются останкам, Матроны, других остальных. То есть в традиционной церкви сейчас расцветают уже новые культы, уже культы нового времени. Если раньше, допустим, больше, как было Николай Водник, кто-то еще, Сарафим Саровский, теперь новые культы заслонили все прежние, фактически. Если брать на уровне приходской жизни, то имидж Матроны, это культа гораздо выше даже, чем Николай Водник, всех самых традиционных святых. То есть это говорит об опасной тенденции, продолжающейся и наращивающейся многобожией. И идолопоклонства, потому что останки святых по-прежнему почитаются. Мы поступаем за то, что написано в Библии, прах ты и прах возвратишься, просто предать земле честно, по-христиански, не издеваясь над останками умерших святых, не выставляя их на показ, тем более не поклоняясь им. И возлюбленные, и много-много других есть вещей, о которых прошу вас молиться. Я думаю, мы распечатаем еще тезисы, и думаю, привезу их сюда, в дом молитвенный, чтобы вы знали, о чем еще нужно молиться. об оскоренении антисемитизма, в православии, для тех, кто не знает, в богослужебных книгах есть проклятие в адрес еврейского народа. Вот знаете, друзья, когда священники накануне Пасхи на Страстную Семницу десятки раз проклядают еврейский народ от имени всех валяющихся. Вот, конечно, можно сослаться на то, как некоторые священники говорят, они уже все равно ничего не понимают. Прихожане все равно ничего не понимают. Они просто крестятся, молятся, все, они не разумеют. Но священники это разумеют. А некоторые и священники не разумеют. Я когда рассказываю, они как проклинают. Ну, такого никогда в жизни не было. Как? А ты, что, первый год священников? Нет, уже 10 лет священников. Ну-ка, посмотри, что ты читаешь. Люди даже не вникают, что они читают. Конечно, слава Богу, что славянский язык сейчас, значит, в русской церкви, что люди не понимают, что они молятся. Даже просят, слава Богу, что так пока. Потому что, если бы они понимали, что они молятся, думаю, это было бы еще страшнее по глобу вылиться. Еще более страшно последствия. Бог пока просто хранит православие от более страшных вещей. Но, нам, священникам, нужно покаяние, исправление, чтобы люди, когда они поймут Бога служить, чтобы они поняли правильные вещи. Чтобы не пришли неправильные вещи в их жизни, а чтобы пришли правильные вещи. Как отец Георгий Кочетков, Чистяков, Борис, другие умницы, просто, они попытались служение на понятном людям языке сделать. И правильные вещи делали. Но русский патриарх назвал русский язык в России языком варварским в 1994 году. Уже почти 11 лет назад. И запретил молиться на русском языке. Почему мы можем давать разрешение японцам молиться на японском языке, допустим, японской автономной православной церкви? Почему американская автокефания и православная церковь имеют право молиться на английском языке? А почему русские не могут молиться на русском языке? Странно, очень странно. Ответ для меня был у одного батюшка, что он служит в Москве. Служил тогда в Москве, по крайней мере. Он сказал так. Грамотные прихожане самые опасные прихожане. Я думаю, пришло время грамотных прихожан. Потому что боится грамотных прихожанин, только лишь безграмотных священников. Духовно безграмотных. Если здесь много, но если здесь нет Христа, будет такой страх. Давайте встанем возлюблены. И помолимся о информации по нашему пропосталу. Дорогой Отец, сущий на небесах, ты подлинно Иегова Ира. Усмотри, Господь, для России, Божьей. Божье спасение в этом служении, Божье всемогущее. В реформации, Господь, пусть придет обновление в христианство здесь, в России. Боже, пусть пойдет многобожье и долопоклонство разнообразной формы. Господь, пусть придет откровение Слова Твоего, что нет ни в ком другом спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надвижало бы нам спастись. Пусть имя Иисуса Христа будет достослаблен, расслаблен. Пусть имя Иисуса будет в этих храмах, в монастырях. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть марш Иисуса собирает не тысячи даже, не десятки тысяч, но миллионы христиан в этом большом, великом городе. Боже, пусть этот город не гордится. О, Боже, пусть этот город склонится при Тобой, смирится при Тобой. Господь возжаждет Тебя в познании Твоего имени. Боже всемогущий, да святится имя Твое, да придет царство Твое. И пусть на этой земле исполнится Твоя святая воля. Господь, я благодарю Тебя за моих братьев, за суттер, Господь, за всех здесь присутствующих, собравшихся, за наших дорогих телезрителей. И поражу Тебя, святой Израиле, благослови с высоты неба своего, благослови своим отцовским благословением. Обрати свое светлое лицо на нас, Господь. Обрати свое светлое лицо на этот город, Господь. Пусть этот город познает Твою милость. Боже, пусть падут кумиры религиозных твердын здесь, на этой земле. Во имя Иисуса Христа пусть падет многобожие здесь. Пусть придет осознание, что ни в ком другом нет спасения. Боже святой, пусть падет всякое зло в этом городе и прославится Твое великое имя. Во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, я молился Тебе. Аминь. И в завершение хочу прочесть вот такое стихотворение. Бог давал его на праздник покрова. В нашей церкви покров мы именуем праздником Божьего покрова. Отец небесный, Твой святой покров добудет каждый день над всеми нами. Ты дал свободу нам от вражеских оков. греха мы больше не являемся рабами. К Тебе я устремляю ныне взор. В Тебе всегда я нахожу успокоение. Ты снял с меня вину, позор и духу моему дадал прозрение. Святой и праведный бесчисленных миров Господь, единый Царь над всей вселенной. В Твоих руках мой дух, душа и плоть. Спаситель, Ты венец мой вожделенный. Под сенью Крым Твоих спокойно я живу. Как пташка малая в Тебе я безопасен. В объятиях Твоих божественной любви тону, как наш союз любви прекрасен. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать. Покровителя иного кроме Бога не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог чудесный, Он из праха создал нас, любящий Отец Небесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех спасет. Матерь Господа Иисуса не защитница тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров свой простирает лишь на тех, кто в мире свят, а отступников карает, грешникам готовит ад. Обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем братья покровителя иного лучше Бога не сыскать. Аминь. 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 Божьего Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Бешем Иешуа вашех. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит Господь. Жену звонили и моей маме с угрозой. То есть на всех родственников нажали. На всех родственников. Даже самых далеких. Кто не был даже со мной связан. Вот. Цель одна была вернуться в церковь. И Илья же вообще даже не понял. Вообще нелогично. Зачем? Я вышел, я не касаюсь уже. Зачем не отрубить? Я вообще ряду снимал уже. Я не отдыхал ей полгода. Я никого не знаю абсолютно. Я живу сам при себе просто. Обычный человек. Зачем такое делать? Нелогично вообще. Вот. Но. Я понял потом. Знаете, здесь проблема не логики. Отсутствие логики. Здесь проблема духовной формы. То есть священник, который получает познание истины. Который. Хрещен Духом Святым. Для них опасность. Духовная опасность. Понимаете? Это только потом я додумался от этого. Потом пришел к храбине об этом. Потом молился уже. Да. Помолимся. Господь, спасибо тебе за все. Благословетный Господь Бог, наждавший нам такое чудесное общение. И хлеб и духовный, и хлеб на всех родственников. Даже самых далеких. Кто не был даже со мной связан, нужно было. Вот. Цель одна была вернуться в церковь. И Илья же вообще даже не понял. Вообще нелогично. Зачем? Я вышел, я не касаюсь уже. Зачем не отрубать? Я вообще ряду снимал тоже. Я не отдыхал ей полгода. Я думал, ну, я никому не мешаю абсолютно. Я живу сам при себе просто. Обычный человек. Зачем такое делать? Нелогично вообще. Вот. Но. Я понял потом. Знаете, здесь проблема не логики. Отсутствие логики. Здесь проблема духовной формы. То есть священник, который получает познание истины. Который. Хрещен Духом Святым. Для них опасность. Духовная опасность. Понимаете? И это только потом я додумался от этого. Потом пришел откровение об этом. Потом молился уже. Господь, спасибо тебе за все. Благословетный Господь Бог, наждавший нам такое чудесное общение. И хлеб и духовный, и хлеб материальный, Господь, физический. Боже, мы тебя благодарим за все, Боже. Я тебя благодарю за моих братьев, Боже, за крепких верий, Господь, Боже. Слава тебе за все. Наш чудный и вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Богу. Вот и я расскажу так, фраз. У моей жены был срыв беременности. На фоне вот этого вот нервного потрясения. Нервного потрясения, да. Потому что срок в бессонных ночи было, с угрозами постоянно. И посылали уголовников, и били стекла. То есть, ну, в общем, хотя бы переехали в двух квартирах, с меняли в квартиру тоже. Все равно. Вот. И моя еще была такая вина в том, что я как бы сторонился вообще от верующих. Хотя меня протестанты назвали, но я, собственно, с ивановским верующим мало общался, к сожалению. То есть, ну, чтобы, значит, поддержки таких не было, там, не молились, так и все. Ну, мы сами молились с женой. В рендар руки пускались. Иногда казалось, а что, мне больше всех надо, чтобы в конце концов вообще... Вот. И вы знаете, братья, что произошло, значит, у жены был срыв, и даже ее жизнь была в опасности. Врач Леникова, наш знакомый, вот самый еврей, он сказал, что вот... А там другой был Леникова, который сделал операцию после этого срыва. Сказал, что очень было неудачно все, и жизнь даже не на волоске. Если она выживет, даже если она выживет, она с беременей больше не сможет. Ну, потому что повредили еще, значит, при, значит, выкидыве, что у нее, наверное, почте. И вы знаете, я был настолько вот всем этим... Я очень люблю свою жену, и тогда просто вообще я был в шоке. Я думал, если что-то случится, я буду, значит, крайне меры принимать. А я был тогда даже ожесточен. У меня было ружье свое, условно. Я патроны, значит, я думал, что если что-то случится, я просто пойду, значит, ружье, значит, и, значит, буду сам разбираться со священниками этим. Вот, настолько была такая злоба, такая в сердце. Но потом я молился и каялся. Вот, значит, ну, опять такое. Какое-то время, несколько дней была борьбы такой. Молился, простился. Вот, детки еще маленькие были, наши еще двое, тогда были воины, столько. Вот, и, значит, и, значит, и, да, и Бог дал сон, чудесный сон. Знаете, я вечером уже, уже поздно, уже заполночь, наверное, было, я все сижу, сижу, и как-то там мой пора уже спать. И мне впервые в жизни не захотелось молиться. И мне страшно так стало. Мне не нужно молиться, мне не хочется благодарить Бога. Значит, такое же... И мне страшно стало. Думаю, надо же, ну, как будто душа моя, славь Господа. Душа славь, душа как будто опустилась настолько, что не хочет славить Бога вообще. Да, окрочилась, да. И мне страшно стало от этого. Я просто встал, говорю, Господь, я не знаю, за что, но я тебя все равно благодарю просто. Вот просто благодарю. И мне вот псалом этот спас. На самом деле, еще есть псалом, тоже в этом же сборнике ваших, значит, славьте Бога, славьте песнопения. Он я стал его пить, это псалом. И вы знаете, и было чудо. Просто огорчение всякого шума. Не сразу, конечно. Я пел этот псалом много раз, я не помню этот вопрос. Пою, пою, пробел, еще раз, пою, еще раз пою. Первые два-три раза, наверное, я вообще пел, но пою устами, а сердце далеко как-то. Вот, не тяги. Но пою, наверное, от того, что вообще просто отчаянившись, не знаю. Просто пою. А потом захотелось петь уже. Понимаете, потом уже пою уже с чувством. Пою уже с чувством и в конце концов говорю, Господь, Ты, значит, дал мне мою живу, значит. И Ты ее больше любишь, чем Бога, даже любить ее. Вот, значит, и стал все равно Богу благодарить за все. За деток, за все. Вот. И уснул. Не помню, как уснул. Просто не помню, как. Вот. И я прошелся вообще где-то на столе, где-то кроме того. Просто как был, да вот и уснул. И вы знаете, значит, во сне видел смерть этого священника, который я не мог простить. И видел смерть без покаяния. И вы знаете, я видел, как бы физически кое-что, что мертвый человек, значит, на постели, уже труп разложившийся. Просто в один в квартире не знал, что он умер. Только лишь там через несколько дней, только кинулись его искать, значит, и нашли уже мертвого. Вот такое я видел во сне, то есть из будущего картина я видел. Вот. А с другой стороны, я увидел, знаете что, духовную картину, что небо чувствовал по отношению к этому священнику. Знаете, как будто бы вот духовную картину видел. Все небо рыдает просто. Все небо рыдает за смерть священника умершего без покаяния. И такая боль была, что вообще, а я знал, что это у священника хорошо, он был начальником непосредственно, он был безможен. То есть он Бога не верил вообще, принципиально. Потом уже со мной лично разговаривал, он говорит, ну то что вы, вот покажи мне тебе, я вам не помню. Священник, который начальник над несколькими регионами. Официально он закончил семинарию, академию, значит, с отличием, что он имеет даже степень богословства даже определенного. Но в жизни он безбожий и был. И значит, и знаете, значит, и я не то, что даже из себя, мне еще подкрёстывало то, что он против Бога еще. Будучи священником, в реальном, против Бога. И ведет жизнь такую, значит, разбульную, значит, раздольную, значит. И меня это, как бы, из-за Бога еще угорчение, ревность такая. А понимаете, и во сне только бил, как Бог плачет по этому священнику. И такая боль, что вообще у меня оказался во сне, как будто мое сердце разрывается просто вообще. Я не могу удержать. Я просто, я во сне тут же бросился молиться за него. Я знал во сне же, что это сон, и во сне же я знал, что он живой еще на самом деле. Я говорю, Бог, если можешь, даже прости его, прости его, даже меня убери. Вот как Бухарин Павелка о ревлеях молился. Вот до того я не понимал, почему-то просто Павел, для красного словца бы я это вызывал. Но на самом деле, Павел просто в дури сатур сказал. Реально, ну, прочувствовала боль отца за еврейский народ, за свой народ. И вот тогда я почувствовал боль за этого священника. И это как боль была. Я говорю, Бог, даже на него убери, только ему спаси. Не могу терпеть эту боль. И вот и все. И я проснулся, когда вы знаете, не было ни следа никакого осуждения. Не то что осуждения, вообще даже никакого огорчения не было, следа даже. Не только на этот священник, а на других священников. На бру была молитва, я два-три дня не мог молиться ни о чем другом. И ни о каком другом. Я только Богу. Я просто молился вот так. Даже когда не молюсь, просто иду, когда я на улицу, я ловлюсь, а что я молюсь. Вот говорю, Бог, помилуй, помилуй, прости, помилуй просто. Потому что я не мог молиться больше. Я чувствовал, что это, правда, уже не так сильно это боль чувствовалось. Второй день уже сердце отпустит, уже не болело. Но все равно я чувствовал, что это больно. В нем-то в Боге есть. По-прежнему. Священник. Да, за священников, да. За покорение священников. А покорение священников еще нет? Пока нет. Вы знаете, но я знаю, что многие священников покорятся вере. Как в Зияниях написано. И покорение вере их, покорение Евангелия их придет к покорению многих народов. Понимаете, они как бы встали в позицию такую, как это Иисус обличал фарисеев. Почему обличал? Не просто они были грешниками. Они были хуже, чем грешники. И сами не входили, и входящие из крещали. И поэтому к ним было гневное слово. Но Господь это говорил в любви. Он влюбил, он жаждал их не в спасение также. Вот, и вот мне тут потрясло, конечно. Вот с того момента просто я уже в молитве определился, что это так. Но не решился еще на реформацию, нет, я еще и решался за это время. Потом... Спасибо. Да. Баптистов потом начали прессовать. А у нас, наш, что уже когда Сталин свернул две номера, и Сталин свернул уже, ну, да, хватит. А потом уже началось такое поговорок. Закрыли все союзы, все. Вот, и, в общем-то, мы пережили, как и все, пережили, в общем-то, апокалипсис. Вот, наши служители, епископа многие, да, они пережили, они пережили, значит, узы в детских поколениях 25-30-35 лет заключений. Многократно. Вот Бедар, один из епископов, вот, 35 лет. Он уже последний срок был уже в инвалидной команде. Умалидов его. А ты себя приятный об этом? Я пять лет всего. Я с Федотовым, значит, были осуждены. Федотов третий раз был осужден. Он всего уже 18 лет. Первый раз. У нас есть фильм, сохранился, этот тревожит всех. Мы достали его из архива. Этот фильм был сделан перед тем, чтобы приготовить общественное мнение для осуждения церкви Песятников. Потому что началось выход из Баптистов, началось побуждение в 60-м году. И вот там, значит, хроникой, скрытой камерой снимали церковь нашу. Значит, сегодня этот диск у нас есть, на диске мы его уже подарим. Мы всем это распространяем. Сегодня вы можете увидеть церковь Песятников в Москве в 60-е годах. Они заходили во время вечерей, снимали кормовение ног, кормовение, как мы это прилагаем. Они проходили в лес, они снимали собрание в лесу. Вы представляете, как пели, там молодой Риховский Василий Васильевич, сын, отец Риховского. Иван Петрович молодой, они там проповедуют. Потому что они не боялись, что камеры их наставили на них. Они не боялись, что проповедовали. И потом осудили, дали разные срока. Ивану Петровичу дали 10 лет. Риховскую дали где-то, может, кажется, 5 лет, 4 года. Потом Федотов, когда образовал церковь в Магрославстве, ну, дали еще 3 года. А потом, когда уже я был там пастором, значит, церковь опять расти. Расти началась нам, дали, значит, 5 лет. Вот это были мы последние узники уже. После нашего освобождения больше узников не было. Это было в 86-м году. 86-м году. Разве, ты, был, опять скажите, в каком году это было? Значит, наши узы были с 81-го в 86-го годы. И когда мы освободились, началась перестройка, мы были самыми последними узниками. Больше нас уже возникало. Я так все время тут посмотрел, ну, еще не прочитал журнал. Ты там, я еще и даже сегодня утром нашел, молился в 8 Рославных Храмах. И тут, не думаю, ну, как же все слышали, форма. Ты уже сегодня хорошо затратил, затратил. Можно обрядность поменять или вероучительность поменять реформу, вероучительность. Губокая реформа или косметическая? Это небольшая разница. Если менять, это, даже сверху, менять, а не поменять вероучительность, ничего не произойдет, только кроме войны и бунта. А если вероучительность, то тоже война будет, но это за собой несет это. Есть ли у тебя какое-то откровение от Бога, как ты намерен это делать? Вот если, я понимаю, что в процессе Бог будет больше давать, открывать и облисти. Но вот сейчас, ты мне сказал, приедешь, наслаждать новые церкви реформаторские и семинарию. Как вот первые шаги даже это планировать? Я, может, сегодня расскажу, обо всем это очень долго рассказывать. Но вкратце я скажу, во-первых, я имею откровение от Бога об этом. То есть, это не мои мечты, не просто у меня в сердце такое желание, такое возникло, значит, открывать новую церковь. Я знаю точно, что это Бога. И об этом получал откровение неоднократно. И, значит, и последнее, что меня так вот уже убедило окончательно в этом, это вот чудо три года тому назад, когда Бог воскресил мальчика из мертвых. Это была трагедия, значит, на Украине, в Сунской области, на дороге. И я был за рулем, и я сбил мальчика, мотоциклиста, школьника. Он прав не имел, конечно, значит, он просто сомал мотоцикл, выехал на дорогу покататься. Вот, и вот было чудо. И есть свидетели, неверующие абсолютно люди. И потому, что мальчик был мертв и ожил. Но это одно. Он не просто ожил, Бог не просто воскресил, а полностью восстановил его. А это у нас свидетели, врачи, свидетели, которые забирают с места происшествия. Врач скорой помощи, медработник, второй, и водитель машины санитарной. Они забирали, не видели, вскрытый череп сзади. То есть череп был вскрыт как отельный банк. Две костера нашлись, и под ним меркать сколько каталось. Была серьезнейшая травма, и головы, и спины, и даже визуально было видно, что серьезные поломки внутри. И вы знаете, пока привезли больницу в Крылевец, это район больницы, вот они были в страхе, потому что они видели мальчика совершенно здорового. То есть череп был целый, даже кожа была целая. То есть по дороге все это? По дороге Бог полностью стелел, восстановил ее полностью. Не просто. Ты в это время молился, да? Я молился, знаете, я молился, просто Бога благодарил. Ну просто Бога, на такой мир шоу был в сердце. Что я просто хвалил Бога. Я знал, что внутри, что все хорошо. Не знаю, как это будет, не знал, как это будет выглядеть, но я знал, что все хорошо будет. И врач, следователь, рассказывал такую вещь. Следователь сидел здесь, я домылся следователю. Вот, и он рассказал врач, что если бы не я забирал с места происшествия, я бы в жизни не понял, что такое может быть. Знаете, что? Училась, во-первых, череп целый. Они сразу болели, что-то не так. Они быстрее бы на каталку, значит, делать снимки его гостей. Первым снимком не поверили, второй раз послали ему снова. И вторые снимки показали то же самое. Что ни одна кость, даже ни царапинки, ни трещинки, ничего. Целый. Мальчик целый. А еще и говорит. Но это еще не все будет. Следователь говорит, что еще. Мы даже не можем поставить мозг сотрясения мозга. Вы представляете, как это может... С велосипеда падает человек, и тут же пишут, даже перестраховываясь, сотрясение мозга. Оказывается, знаете, в чем дело? Он ел дождался, пока его снимают. Он сказал, что я вот хочу есть, умираю, есть хочу. Его накормили, там столько обедов было много свободных. Потому что по празднике было, как раз, там вербное воскресение. И в ходе института в Иерусалиме. И многие были, значит, это, уже дома больные. Так он столько обедов съел, этих, от больных. Что, какое там сотрясение мозга? Здоровее здорового был парень. Вот. Исследователь мне, в тот же вечер он мне документы вручил. Закрыл дел. Закрыл дел, да. Но мальчиком оставили, на всяком случае, значит, больницы. Ну, потому что, ну, сенсация, значит, ну, все-таки, ну, дополнительную еще сделал обследование, мы еще, конечно, с Киевом созваниваемся, ну, мало ли, ну, это вопрос очень серьезный. Мы не можем вот так вот, значит, такое происшествие закрыть, значит. Была бы если царапина, то мы закрыли. Хотя, понимаете, все целое, полностью, он мальчик, и внешний, и внутренний он целый был. А в чем ты увидел откровение об этом? Откровение я вам расскажу. Это было то, что я был просто в шоке. Значит, я ехал, значит, вообще-то, братья, ехал, тоже немного была такая атака такая, немного приунылая, честно говоря. И еще перед тем, у меня были вопросы к Богу, по поводу реформации церкви. Я к Богу задал вопрос, может быть, ты меня не так призвал, может быть, я что-то не так понял, может быть, я ошибся, может быть, ты другого кого-то призовешь. Значит, вообще реформация, думаю, православие еще невозможна. Значит, я приходил к таким убеждениям. Хотя были откровения, что это будет реально. И вот происходит то, что произошло. И потом, когда уже я ехал в Киев, уже возвращался, я не поехал уже в Россию, я возвращался в Киев, тем более, я не спешил, потому что там еще и стекло было треснутое, и крово было пометано, и так далее. К чему? А туда? Потому что я же сделал его на мотоцикле. Мотоцикл был как конструктор осыблен, вообще. То есть, и тормозной путь, значит, все, откуда он выезжал, откуда я выезжал, замеряли, там Сергей Шкур, этот капитан, он милит, соответственно, за эту часть, это вообще шансы выжить вообще 0-0-0. То есть, ну, непонятно. Он видоват, он не правильно речил. Да, он подрезал меня. Подрезал. Ну, пойдем закрыть. С поворотом. Но, значит, дело даже еще в том, что все равно продолжали бы дело, если бы хотя бы какая-то травма была бы. А здесь не было ничего вообще, чудо. И вы знаете, я ехал, когда брат, я ехал, когда брат, уже в Киев, я услышал голос. Вот это было потрясающе. Знаете, и сказал он так, что он, ты это видел? У меня же такой уж, такой страх такой был. Да, я это видел. Неверующие эти люди, они быстрее поверили в это чудо. Я ехал, я еще не верил еще. Понимаете? Они неверующие, они быстрее сообразили. Я еду, и я сам и верю, и не верю. Это да, это факт. Я днем, я трогал череп вскрытый. Я еще боялся, когда пришел из машины. Да, крови было, да? Да, крови. Я держал череп, в целом, вот такой приезжий, у меня было страшно, что он дальше разойдется, этот череп. Почему-то сразу такой страх попал. Я держал его таким черепом. Я это видел. И врачи, если бы я один это видел, может, по мере еще, не знаю. Врач это видел. Водитель видел санитарной машины. В метроботе второй это видел. Они это видели, и они сами свидетели в этом. И дальше я еду и слышу. Вот так будет и церковь. Вот так будет и церковь. И мне все, все стало ясно. Понятно, Господи. Это не я буду делать, это ты будешь делать. Костя, церковь, да? Бог будет это делать. Я здесь просто винтик, как инструмент. И все, мне так легко стало, хорошо. Бог будет это делать. Не я буду это делать. Это реально откровение с внешними знаниями. А вот тот сон, который ты видел, что видел в гробу, девушку расчерленную. А это было в самом начале призвание. Вот это было сон, это было восстановление. В самом начале призвание снился сон. Знаете, и такой сон интересный. Значит, как будто я в большом помещении, а в центре помещения свет. И в этом сайте подиум такой стоит, и там гроб на подиуме. И я в стороне стою в полумраке, но я сразу узнаю, что там находится в воду гробу. Девушка. Мертвая девушка. И я знаю почему-то сразу всю ее историю. Я знаю, что она на них надругались. Ее убили. Ее расчленили даже. И положили в гроб. Расчлененные положили в гроб. И вы знаете, я потом слышу голос. Прямо снежен. Иди и молись за ее воскрешение. Иди воскреси ее. Я понимаю, что во сне же понимаешь, что Бог говорит. Я стал оправдываться. Я ни разу не молился за воскрешение тогда. Тогда еще не молился. Я говорю, а здесь сразу случай такой, что она не просто мертвая, а вообще мертвее мертвая. Она на куски. Как это может быть? Если бы она была просто мертвая, я может попробовал бы. А здесь сразу она вот такая вот. Как это может, чтобы она опять срослась, значит, это же сказка. Как это может быть? Вы знаете, а Бог не торчился. И опять то же самое слово говорит. Иди и молись за ее воскрешение. Иди воскреси ее. И опять. Знаете, я второй раз уже сказал примерно следующее, что там люди стоят, а я не видел их, но я знал, что там кругом много-много полубраки людей. Они смотрят за всем этим. Смотрят. Как на выстрел в их группе. Вот и, понимаете, значит, я думаю, я сказал Богу так, Господи, говорю, если вот я пойду, помолюсь, ну, как бы, значит, ну, ладно, нет проблем, значит, но если не получится, то как бы эти люди, они вот все смотрят, скажут, что за фанатизм, или там, что, вроде на Бога уже будут говорить, что они так. А вы знаете, я услышал голос тоже, что со мной, третий раз. То же самое слово. Иди молись за ее воскрешение. Иди воскреси ее. Я стал опять оправдываться и проснулся ночью. Ночью проснулся и уже все, всякий ушел, значит, и я проснулся, значит, и стал молиться. И молиться стал на языках. Вначале я на русском стал молиться, я сказал господя, проговорил directamente, я, первой мыслью моя была, наверное, Бог показал мне упрямство в нее. Вот, значит, и я говорю господь, прости меня, значит, но потом стал молиться на языках. Вот слава Богу за эту молитву, потому что это не просто молитва, а потом пошла речь на языках. И чувствую, вот, как в нукле говорит ашпрэ. Знаете, значит, она уж, она так вот распирает меня. обращение такой сильно и вдруг это было первое своей жизни я понимаю о чем я молюсь и конкретно говорит господь я стал себе говорить ну в полголоса я сам себе говорю бог говорит я перевожу вот одним словом был был такой столкование что это девушка это не девушка это церковь и бог призываю иди мализию воскрешение не твои дела воскрешать иди и мализию воскрешение иди воскреси ее а бог будет если вы знаете после момента я просто сдался уже господь хорошо и не буду больше расслабить эти шкуры какие-то он там тоже я перейти на я очень много вещей если так от тебя уже он даже я призывает а я все равно еще то что я боялся честно семья дети вообще как мне больше всех надо что начну я буду просто просто в цепи на счет но так идти вперед я не себя не видел лидером никогда вообще туда вообще ну чтобы идти как вперед вот на люди и просто верующим хорошо а вот так чтобы служить и вы знаете значит и вот тогда я начал церковь 2000 года начал церковь вот это уже как раз рубеж 2000-2001 год как раз рубеж вот и в киеве вначале сколько лет вообще вот 2001 год собственно рождение как бы было вот вначале это было даже не церковь это было просто я говорю господь вот как вот что мне делать просто напечатал у ребят узнал где резограф есть напечатал насчет ну текстами это на составе покаяния что там что и просто ходил по улицам значит и так на улице просто разговаривал с людьми благовествовать и раздавал молитвы покаяния молитвы покаяния и собрался просто на улице что-то просто молился на улице вот потом квартире уже холодно в квартире на шаге дималь борьбу с ними вот почему батюшка вот такой такой вот даже почему так говорит а почему вы так не видите я стал объяснять просто тройки блеща объясняю что так и так дорогие я раньше что-то говорю на гонеру говорят часом вот сейчас я говорю по-другому что вот так и так я врачу об этом я понимаю теперь так кто-то был недоволен кто-то был наоборот доволен вот некоторых я стал крестить все да это правда это правда вот кстати первые крестились те кто больше всех ругался вот как ни странно вот это больше всех не сношался я думал наверное они вообще изменились и бог их изменился в 1 1 1 крестились слава богу вот и постепенно начали там был 10 человек дальше потом значит думаю почему в квартире мы были собираться чтобы помещение вот церкви же стараются пожалуйста и в адресе вот и общество слепых я разное помещение осмотрел пожалуйста собирайтесь я у нас еще нет регистрации нет там свободно было вот и пожалуйста мы стали собираться там объявили богослужение и балл по-малу так вот начали расти а потом в киевской области все я приезжал на все мышь там в одно село в другое село вот теперь есть человек уже священник трудиться на все там есть уже церкви общины есть такие вот слава богу вот другие города стали вот таким образом просто понимаете сами же православные некоторые они хотят больше понимаете они хотят больше просто ну как бы нет выхода и священники не показывают что делать надо дальше а православие ценят и дорожат очень хороший путь божий ключ до равенному подход к евангелизму здесь в россии думаю это и ключ это реально что не американизация спасет не на счет мне не что-то еще не будет не культуру чужая нас спасет а христос изнутри веку своей культуру превратит уже своему вот это и мне тоже потрясло когда я понял духе уже четко это мне потрясло и вы знаете за эти годы в том что я трудился на украине вот я говорю бог ломал бы характер конечно я был очень такой трудный честно вот значит и много очень обрезал что и конечно освободил меня от этого страха то что перед россией был страх вот честно возвращаться не хотелось вот думал куда угодно только не в россии вот значит потому что на украине там все-таки больше свободы вот и ревиза такой свободы и много друзей уже и как бы я даже подавал на гражданство значит украинское уже хотя там очень удивительно выгод высокая верность существует у первых тупо длинущит с российского на украинское а что заставили служить и божий здесь моя церковь это были уделены вот а потом господь если это тебя ну мне нужно знать точно может просто мою можно просто мою его за тесто молиться вот и вот дух не вручет россию хотя он уме не очень понимал еще был просто стала молиться и четко и вижу что что и надеюсь от цели на который нужно сейчас поднимать просто пахать и бог не там сделал как бы служителям там в украине просто как бы не сможет реабилитация и духовно и душевно доходить просто я бы тогдашний я в 97 я бы не смог ничего сделать абсолютно то есть я как говорят в россии не дожирую быть бы живу вот таком состоянии было таком не какая там евангелизация народов не вот в своей семье порядок в 204 что-то сделать а теперь уже я и слава богу богу бежен такую союзницу это благодаря были момент разные конечно что-то не было больше это мне было больше но вот так вот бога свел вместе и вот если бы нет факту я бы не знаю где бы вообще это чудо вообще вообще вот иначе того вот мы ждем нашего шестого ребеночка уже вот и хотя врачи говорили что не будет беременности больше а после этого случая могла еще трое там еще слава богу так что это значит наш бог живой армии со мной уехали из россии потому что вас нашим уверенем здесь были большие проблемы такие вот мы это уже покушали довольны такие но вы знаете теперь на сердце большая такая тоска по пробуждению в россии мы этим тоже живем Владимир Григорьевич и спит и видит пробуждение мне каждый день что пробуждение таких конфигурациях какой даже не было первой церкви что дождь последний храм последний будет больше и я знаю и я знаю что я буду в этом принять участие поэтому собственно подвязайся согласно высшей метеопоросии то есть без откровения вот нам это невозможно только сначала бог если приготовлено чем он дает вам откровение иосиф вот эта корнета проповедь Аши замечательная да именно то что они смотрели Иосифа как он говорит правильно смотри он дает им откровение Иосифу да вот дает откровение что солнце луна поклонится все снобыл но он там не показал ни ров ни дом патифара ни темницу ни тюрьму ничего этого не показало поэтому говорит нам получим видение да нам нужно порой проходить верою через другие вещи это очень правильно очень правильно да вот и поэтому значит мы идем к этому порой меня смущает что мне уже за 60 уже здоровье стало сдавать я уже чувствую что я только одно только одно вот как раз Бог и ждет и подрезает таким образом мышцу плоскую чтобы надежда была уже не на себя да а на него и когда я совсем уже наверное потеряли надежду помните как вам Петрович рассказывал старец сидел вениамин а да да к нему подходят только руки возлагал и люди духовное крещение получали ну вот и поэтому у меня вот идея когда я вернулся из Бразилии у меня идея значит возникла я здесь проводил до этого пасторский теоретический семинар и идеи реформаторские да я пытался обсуждать с постаранием естественно нашлись ваше братство да ваше братство епископа вышли есть такие которые восстали на это они сказали что это ты учишь вера Нового Завета одна вера Павел сказал одна вера один Бог одна вера одно крещение но я вот это было поздно открыл что есть вера Ветхого Завета которая была отдана и теология новое откровение Павлу вера независимая вера и я когда начал анализировать Слово Божие и опыт церкви я видел что оказывается вера независимая вера это она откровение как Павлу которому принадлежит до прихода вера мы все были поводом водительством закона под ракцией закона да нужно прийти откровение о вере независимо от дел и сегодня я смотрю свою церковь да я знаю теологию я учился в школе теологии в Америке целый год да и я сейчас соприкоснулся к теологиям миром основные Бога и церкви Бога знаю историю происхождения да вот но я знаю хорошо свою деноминацию да и я знаю что сдерживает сегодня пробуждение сдерживает теология которая стоит на Якове и на Павле я давно обращал внимание на то что у Якова дела я говорю скажи веру то есть дело Павел говорит о вере независимо от дела и всячески говорит о том где то чем бы хвалиться но мы хвалимся делами где то чем бы хвалиться уничтожено каким законом законом дел нет законом веры и я это обращал внимание на эту разницу и вы знаете я сегодня увидел что мы проповедуем наш сверхват две теологии теологию дел и теологию веры независимо от дел и не понимаем не понимаем это да сегодня нужно реформировать сегодня нужно восстановить мы язычники нам как язычников у нас есть апостол язычников Павел он во всем в каждом послании пишите апостол не человеком из них не через человека не на конференции ни на кем авторитетом и кем святого Христом Богом Отцом он тебе подчеркивает учитель язычников вере истине и вот сегодня нам нужно вот ясно осознать и понять вот это теологию то есть основание вере стать правильно и когда я многие вещи имею только как бы откровение как бы начатки еще не способен был выразить когда я поехал в Бразилию я увидел что церковь которая шла совершенно независимым путем она многие вещи нашла точно так же как сегодня вот это вот предчувствие пробуждения оно уже сегодня в воздухе вы понимаете как например пятидесятница была освоена весь словарь пятидесятница была освоена в конце восемнадцатого века движением святости в американской церкви они говорили писали и говорили пятидесятница крещение духовцы крещение огнем говорили на языках пророчества и на языке истолкования языков они ничего не имели этого они уже знали и они уже видели обетование они этого хотели они чувствовали что и в это нужно дух святой их им открывал это обетование оставили ногу в это обетование они чувствовали уже только не имели и поэтому они веры как будет авраам верую и видимо и leftover И именно в этих церквах движение святости в Америке началось излияние духовства. У них независимость совершенно. Ассамблея Божия своя независимая. Это Азуса стрит, а у церкви была Кемкриг, в горах Кемкриг, там община образовалась и так далее. И многие независимые стали излияние духовства именно тех, кто искал святости, искал именно обетование. И мы сегодня, я так понял, что нам нужно не спешить. Мы не имеем, допустим, сегодня опыта вот этого уже окончательного опыта восстановления. Но мы должны говорить об этом, если мы сегодня получили откровение и видим обетование. Вот. Говорите об этом. Говорите. И когда мы начнем говорить, это начнет созидать такое движение. И у меня такая идея возникла создать теперь пасхо-цилинский семинар на международные и международные. И именно только по признаку, по признаку, кто именно ожидает пробуждения, кто понимает, что пробуждение это есть не что иное, как процесс реформации, который должен закончиться. Обязательно мы должны четко знать, откуда мы и где мы находимся в этом процессе реформации. И что нам предстоит по конфигурации еще не полученных обетований. Вот. И об этом говорить, и об этом, значит, молиться, вот, и Бог начнет действовать. И я об этом уверен. Если мы как тело соберемся, начнем пастора, сразу мы опытом, богатым опытом, начнем вместе искать это дело, да? Свобода. Да будет так. Да будет так. И расскажет Израиль. Аминь. Да. Вы знаете, я вам сейчас скажу одно откровение. Что будет? Мы не только исполнимся силой полноты Духа Святого. Нагдонс придет такой опыт в церквах пробужденных. Что в первой церкви знамение Духа Святого было как огненный язык, да? А в последней церкви будет. Мы будем исполняться настолько Духом, что мы будем светиться. Светиться будем. Мне было показано, прямо вот конкретно было показано, да? Я захожу в комнату, сильный свет, сильный свет. Прямо аж слепит глаза. Я думаю, откуда, а источника не вижу. Откуда этот свет? Потом, проходя мимо, чуть-чуть, я прикоснулся к чему-то и обжегся. И потом я смотрю, посередине комнаты стоит такая, знаете, как керамический, такой, ну такой забор керамический стоит вот такой вот. Вот так вот стоит, да? Керамический. Я прикоснулся, он аж раскаленный, но он не светится. Но он кругом, и оттуда свет. Я как бы давно заглянул туда, что же там? И я смотрю, под этим керамическим этим стоят такие пальчиковые лампы, синего света. И они создают, а керамика скрывается, чтобы не слепило глаза, да? А вот так вот на потолок идет сильный свет. И потом, мне давно было, когда навести бенкуляр и резкость, да? Я смотрю, это стоят фигуры, это стоят братья. Но они скрыты глиняной, как бы керамической такой вот, да? Вы понимаете, какое дело, придет такое, такое вот действие, да, что мы войдем в покой. Вот сегодня нет учения о мировом писательском движении, да? Там у него более так теология о Духе Святом, о горах, более развитой. Нет вообще учения о вхождении в покой. Апостол был открытым. Они даже как бы не пишут нам, что это такое. Он просто пишет, говорит, а в ходе в покой мы уверующие, да? Смотрите, что кто из вас не оказался опоздавшим, пойти в покой. А что это такое? Он забыл написать, и не дано. Просто не дано было написать. Дух Святого остановил просто. Нам сегодня, мы все понимаем, что мы не пошли в покой, потому что Бог напоминает нам через... Мы слышали, что это упало, это упало. Мы когда изучаем историю генерала Божьего, да? Из них только, вы знаете, несколько человек только благополучно закончили. Остальные-то все потеряли, и даже в служении потеряли даже, можно сказать, и многое, да? Вот, и мы сегодня напоминаем, что оказывается, и из тех братьев, или служителей, или столпов, которые обладают, ну, очень многим благословением и духом, и так далее, вот, и служением, мы сегодня видим, что они не вошли в покой, потому что мы видим, что... И тогда мы начинаем приставить, мы смотрели на это обретование покоя. Оказывается, если, когда человек входит в покой, он успокаивается от дел своих, как и Бог от своих сахара принесет, вы представляете? То есть, входим в покой, это значит, происходит необратимый процесс. Вот я хочу задать вопрос. Когда Христос преобразился на горе, помните, преобразился? Скажите, можно было его после этого арестовать, взять, схватить, привезти, убить, разбить, пригвоздить и так далее? Можно было его сделать в такие уголы? Нет. Конечно, нет, конечно. Он славный был окружен. Все, он уже прославлен, его тело изменились. Аминь, 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 да. Но он, когда сошел с горы, он прекрасно знал, для чего пришел на землю. И все это позволил себе сделать. Не потому, что у него не было силы. И мы ее позволили. Но он не хочет, чтобы мы повторяли его гонку, повторяли его себе, как некоторые натурализуют его ангелия. Вот такое желание натурализовать. Например, уподобиться, понимаете? Есть такие движения, такое движение святости или совершенства, которые прямо говорят, что нам нужно теперь сораспяться и, значит, так же дружу, жизнь отдать, так же вообще страдать, так же во всем так же. Это и есть натурализация. Это и есть неразумный подход. Нам нужно разуметь, что он один Христос. Христос больше не будет. И он пошел в покой для нас. И он теперь вводящий в покой многим братьям. И для того, чтобы эти братья... Если начнется это пробуждение, и если вдруг потребуется отдать свою жизнь, это будет сделано добровольно. Это сделано будет опять такой с той же целью назидания. Это сделано без всякого рассуждения о своей плоти, о своей выгоде. Понимаете? Это сделано, чтобы потом посеянное потом сошло. Допустим. Я уверен, что если придет и такая вот зрелость силы церкви, неужели Бог не начнет решать проблемы глобальные? Например, проблему с мусульманством, с ваххабизмом, с Берланом. Я уверен, что начнут командиться многие, и будет Духом Святым послан, Берланом посланный. И кто знает, что будет с ним. Бог может такое чудо сделать вот так вот перед всем миром, когда этот Бен Ладан, понимаете, как, ну, Павел о себе говорит, Павел говорит, я бы был изверг, он же гнал, да. Скажет, Иисус Господь. И все, он же, понимаете, он же из ревности это делает, он же должен служить Аллаху, он же там сидит и, обладая огромными средствами, он там верит все эти ниточки, да? Неужели церковь останется холодной к этим проблемам? Неужели она не начнет молиться и не будет посланной? В эти горячие точки, смотри, как написано в Исааке. Гора Дома Господня будет поставлена в последние дни во главу гор. Во главу гор будет поставлена, во главу гор будет поставлена. И потекут к ней все народы, и скажут, зайдем на гору Господню, и пусть научат он нас путям своим, чтобы нам не воевать, чтобы нам научиться разрушить эти мечи, разрушить танки, понимаешь? Вот в каком положении будет церковь, исполненной полнотой над силой Бога церкви. Крах этих всех вот этих философий, политик, всех этих курсов, все это будет уже созрело. Сегодня уже не мир, а какие-то обломки, вы понимаете? И все видят, что нет выхода во всем предлагаемым, что дает вроде бы мир. Мы думали, что атомная подводная лодка дает мир, мы строили еще. Там у них 100, у нас 101. Или там 201 атомный подводный. Он Бог делает. И приходит бедствие от этих лодок. Сегодня многие люди отказываются и говорят, это безумие. И когда будет говорить о безопасности, именно тогда и от того, с чем они защищались и думали о небезопасности, от этого постигнет их пагуба. Это он сегодня отглювает миру даже невозрожденную. И в это время, я говорю, не умолкну и не успокоюсь ради этого. Такое слава его не будет, как горящее святение по всему миру. Он не успокоится. Ревность Господа это делает. Вы понимаете? От зеркли своей. Вы понимаете, что будет? Это независимо от нашего желания. Даже независимо от нашего понимания. Он это делает уже на наших глазах. И он делает это многообразно, много плавно. Он делает одно, унижает, это разрушает, это трясет, это насаждает, это растит. И это будет. И когда это будет, вы знаете, не значит, что все уверуют. Как раз в тот момент сказано, и рассверли пели язычники. Потому что те, которые язычники, они не захотят поправиться. Они не захотят, но они увидят, что им нет выхода уже. Весь мир уже принимает Христа, весь мир уже, куда им деваться? Они рассверли пели язычники. Ой, какое чудное событие развернется в последний день. Это чудно. Но блаженный круглоза открыты. Кто будет видеть, и кто будет иметь участие. Кто ожидает. Кто ожидает. Кто ожидает. Вы думаете, что мы есть, это человек, который увидим пришествие Христа? Да. Ну, до пришествия Иисуса Христа, ведь будут еще очень великие события. И смотри, перед пришествием Иисуса Христа будут великие события. Ну, что когда я у нас в американских церквях, в финанских церквях, в 80-х годах, все проповедовали, что да, уже 2-3 года, так было трудно, так было, это горячие точки везде по всему миру. Просто все думают, да, в 80-х годах, теперь просто много всего типа, и опять, как будто, что-то расстанавливается опять. Но мои родители думают, я уже 84 года, я не думаю, что их время, я их спрашиваю, ну, папа, мам, вы думаете, что в ваше время? Они говорят, ну, что станете, но я его знаю. И я тоже, в 80-80-80-х годах, посмотрел вас, посмотрите, ваше мнение, когда придумаете. Вы знаете, я уже как-то... Я знаю, что никто не знает. Я как-то не знаю, а папа, так вообще уже, как он сказал, не ваше дело знать, еще один ученик, да, и я так уже, к этим датам вообще, не имею никакого интереса. Но я знаю, я знаю, смотрите, что Бог открывает. Он говорит, что в последнее время церковь, правильно все сказал, есть блудница, а есть церковь верная. И это верное разделится на три природы, на три составные части. И у каждой будет свой путь в последнее время. У одной из частей даже будет путь поджертвенника. Но у всех эти, я их сразу называю, эти три части. Помните, когда он видел жену на небе, да? Она имела очей. И она кричала, отбор ему к рождению. Наступит момент, когда она родит мужеского пола, да? Вы знаете, молодецкая птицарская теология, герметика говорила о том, что это Христос отродился от жены и так далее. И Иоанну было показано, что будет после него, а не то, что было до него. И это не о Христе, а это будет, а это сегодня церковь верная имеет в очреве. И она в муках рождения. Все, что с ней происходит, это муки рождения. Но есть муки рождающие, а есть муки рождающегося. Только он никогда не вспомнил и не описал эти муки, да? Потому что он не способен это сделать. Но мы сегодня, находясь в булоне церкви, мы сегодня, желающие, чающие пробуждения, мы слышим сегодня от многих наших отцов и говорим, ну какое пробуждение? Да оно уже длится. Вот оно уже идет. Вот последние столетия. Да есть пробуждение великое. Какое еще, говорили, пробуждение? Они не ищут пробуждения, хотя это наши отцы. И мы уважаем, и они принесли лузы и так далее, да? И вы посмотрите, что когда... Эта традиция нельзя. Нельзя, эта традиция, и прям все. И смотрите, и когда родила она мужеского пола, да? Она родила не девочку, ну, церковь, но один и нас. Она родила младенца мужеского пола, то есть со всеми признаками Христа. То есть у него был жезл, у него была сила, у него была природа, которую дьявол сразу понял. Он пока он не родился, он думал, стоял и думал, вот как родиться, я сразу говорю, раз его поглощу. Но когда он родился, я так представляю, это мое выражение, что он родился сразу, сжезл, рукой вышел с жезлом Христовым. Говорит, кто последует, дела моим до конца, кому я дам власть, мой височник. Какие я получил от отца? Сокрушать их жезлом, железным, как сосуды глины. И вот этот, как младенец родился, дьявол сразу оп и понял, надо от него уже подальше. Потому что он сразу, как только родился, он сразу был восхищен к престолу написано. Это не значит, как некоторые учат восхищение, это первое восхищение, ничего подобного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!